Даже при минимальной ставке с Алимбет ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок, больше бонусов. Бонус-клуб Алимбет. Алимбет. Максимум от игры. Вот то, что касается игры, ну, сами понимаете, игра была за... Кто, кто может уже остаться в премьер-лиге, да? Кто еще движется. Ответственность давила на две команды. Нам болельщики помогли. По игре, по игре, конечно, приятно. То, что такой команде атакующей не дали создать, создать атакующий пространство, атакующий действие, чем, как бы, в переходных фазах крылья Советов очень любят играть. И много мячей забивало. Да, мы заставили, можно так сказать, играть в длинную передачу, играть на нападающих. Это приятно. То, что наша игра не позволила на лучших козырях сыграть в Самаре. И это свидетельство того, что Шитов вышел вместо одного нападающего. Потом еще добавился Евгеньев, стал играть тоже нападающего. И это приятно. То, что касается команды нашей в атакующих фазах, понравился забитый первый мяч. То, что мы в недельном цикле тренировали, оно и принесло плоды. То есть все сделали, игроки, те действия, которые мы это наигрывали. И для нас, для тренеров это приятно. Может быть, более спокойно надо было доводить игру, ведя 2-0. Но в нашем сегодняшней ситуации, наверное, может, это где-то нам и помогло. То, что именно один мяч, и были сконцентрированы, и выиграли заслуженную игру. Ваши вопросы? Коллеги. Владимир Владимирович, ответ на игру, это скорее мастерство рассказа, или ошибка в Воронье, или как бы совместно. И то, и то, и то. У меня другой вопрос. Про положительные качества вы не хотите спросить у меня? Ну, во-первых... Вы только отрицательные. Я смотрю, уже вторую тренировку отрицательные. Я понимаю то, что мы вот одну ошибку совершили, да. То есть Браеми уже наелся его, обыграл Гаре, и прошла подача. Подача с фланга, и этот момент мы и не доиграли. Вот одну ошибку мы совершили. Конечно, хорошо подал, хорошо открылся. Но удар в угол, но это сложно вратарю было, да. И это не в этой ситуации. А второй гол Факева тоже на игровой комбинации идет? Или тут как бы по ситуации больше? Там же, по-моему, был подбор, выбив мяча, там подобрали. То есть мы, мы опять же говорили то, что именно подбор мяча играет очень многое. Как в обороне, так и в атаке. Ну, а что вы не говорите, то что Трежский штаб взял в перерыве и перестроил Калинина выше, поставил Альчина в середину, и это сыграло Калинин же подал, правильно, на Акбашеву. Ну, Акбашев находится там, где надо, в створе ворот. Александр Патруль, Вадим Валентинович, насколько сильно или не сильно повлияли вынужденные замены игроков на вашу тактику и изначально плана игроков? Ну, я думаю, на тактику, наверное, не особо повлияло. А в плане именно то, что эти игроки, они вышли в стартовом составе, значит, мы на них надеялись. И, конечно, нам не хотелось бы, чтобы так рано они уходили с поля. Но это футбол, это игровые эпизоды были, никакой грубости не было. Это игровые эпизоды. Может быть, там, что-то там, например, когда голову разбили Божину, Божину там, ну, там смотрелись, значит, наверное, это была не такая опасная игра, чтобы глянуть каким-то там, когда смотрят, наверное, это красные карточки, поэтому... Вот. А теперь еще раз. Воленки с победой. Спасибо. Обратная замена Якимова связана с его травмой или вы перестроились? Вы перестроили игру в четыре защитника. Мы не перестраивали игру в четыре защитника. Мы также продолжали играть. Просто требования такие, да, то, что вот крайние защитники у нас и атакуют, и обороняются, поднимаются. И так, может, по картинке кажется, что играем 4-4-2. Опять же, это было связано и с тем проблемами, которые мы услышали от футболиста, которые они у него появились в одном из эпизодов перед свистком на перерыв. И это связано с тем, что мы уже две замены произвели. То есть, если мы бы в перерыве не сделали, у нас оставалась одна пауза на три замены. Поэтому мы не стали рисковать футболистов. Собирали Суслова поставить в опорную зону, но Альшин играл на этой позиции в середине полу. Против тех же колесоветов, только на кубок. Мы смотрели, когда готовились, я видел, тренерский штаб видел. Альшин может на этой позиции играть, и в принципе, он с этим справился. Включающий вопрос. Надеемся, что это заключительная в этом сезоне пресс-конференция в Воронеже. Контуры состава будущего сезона у вас уже есть? Ну, вы впереди паровоза идете. Мы еще не решили главную задачу. Там, если бы одна команда сегодня помогла бы нам, мы бы уже контр делали. А так сложно. Сложно. Не надо. Еще ничего не решили. Есть план у спортивного директора Котова. И А, и Б. То есть, все это работа. Спортивного менеджмента. Там и Собидов есть, кто этим занимается. Поэтому вы не беспокойтесь. Не хотим каких-то резких движений. Следующий вопрос. Владимир Владимирович, три победы после прихода вашего и много количества туров, и тоже три победы. То есть, побед стало намного больше с вашим приходом. Что удалось улучшить кардинально в выборе команды? Может быть, психологию как-то, психологический момент подкрутить? Что, на ваш взгляд, послужило залогом трех побед? Ну и фактически очень хорошие игры с локомотивом, которые почти в случайности не закончились. Ничьи и выигрыши в файл. Я много сейчас могу начать говорить, объяснять. Но, опять же, тут играет футболист. Наверное, в той ситуации, в которой мы оказались, отступать уже некуда. Факер хочет остаться в премьер-лиге. И, наверное, болельщики подстегивают команду. Это немаловажный фактор. Где-то, наверное, я думаю, в чемпионате на ранней стадии не везло. Где-то там еще, может быть, не было того качества игры. Может, не было усиления там. То есть тут комплекс каких-то возможностей. Может, как говорили, привыкали к этой лиге. А сейчас, может, команда адаптирована, команда неуступчива. Многие команды отмечают, да, то, что боевой дух. Ну, за счет этих качеств, наверное, и команда двигается вперед. Если она верит в это, да, а еще, это есть подпитка еще на поле. Неуступчивость. И возвращается. Очки верно возвращаются. ПОДПИСЫВАЙСИ Субтитры создавал DimaTorzok